Доброе утро, Бокертов! Сегодня я расскажу вам, как сказать на иврите, например, он похож на меня. Как спросить, на кого она похожа и тому подобное. Этот урок предназначен для изучающих иврит на среднем уровне. Спонсор этого урока Елена С. из Израиля. Большое спасибо Елене за поддержку нашего проекта изучения иврита в интернете. Слово «доме» мы будем переводить как «похож» или «похожий». По структуре это как глагол, но мы не будем использовать это слово как глагол, а будем использовать как прилагательное, существительное, неважно, не глагол. В форме мужского рода единственного числа «доме», в форме женского рода единственного числа «дома» пишется одинаково «доме» и «дома», и во множественном числе «похожие», «домим» в форме мужского рода, Если предметы женского рода, или мы говорим о женщинах, девочках, домот во множественном числе. И мы обращаем еще внимание на очень важный момент, что в русском языке говорят «он похож на», здесь предлог «на», а в иврите будет предлог «ле». Будем считать, что это не совпадает с русским языком, или ассоциативно мы поймем, что здесь как бы направление, на кого похож, направление, на кого обратить внимание, куда условно двинуться, посмотреть, чтобы понять, на кого или на что что-то или кто-то похож. Я сейчас на примерах, многие приведу примеры, чтобы было понятно. Йоси, доме, ле, има, шило. Йоси похож на свою маму, на маму его. Ле, ми, ги, дома. На кого она похожа? Ги, дома, ли. Она похожа на меня. Здесь дословно «она похожа мне». Привыкаем к тому, что здесь предлог «ле». Ми, доме, ле, сара. Кто похож на сару? А дословно «кто похож к саре?» Направление мы сделали. Они, доме, ла. Я похож на нее. А если девочка произнесет это, я похожа на нее, будет «они, дома, ла». Гем, домим, ла, ну, ва, анахну, домим, ла, эм. Они похожи на нас, и мы похожи на них. Абанот, домот, ле, аба. Девочки или дочери дословно похожи на папу, на отца. Ле, ма, зе, доме. На что это похоже? Зе, доме, ле, аватиях. Это похоже на арбуз. А сейчас мы будем переводить предложение с русского языка на иврит. На кого они похожи? Ле, ми, эм, домим. Если мы хотим подчеркнуть, что они – это только девочки, женщины, то мы скажем ле, ми, ген, домут. Они похожи на вас. Гем, домим, ла, хэм. И если мы хотим подчеркнуть, что они – это девочки, мы скажем ген, домут, ла, хэм. Или на вас, если мы подчеркиваем, что это только женщины и девочки, тогда ла, хэм. Ты похожа на него. И он похож на тебя. На тебя при обращении к женщине. Она не похожа на тебя. На тебя при обращении к мужчине. Никто не похож на нее. И если я хочу сказать никто не похожа на нее. Как бы ни одна из женщин или девочек не похожа на нее. Я скажу Аф-Ахат-Ло-Дума-Ла. Все похожи на него. Кулам-Думим-Ло. Они не похожи. Хэм-Ло-Думим. Если мы хотим подчеркнуть, что речь идет только о девочках, женщинах, я скажу Хэм-Ло-Думот. Я очень надеюсь, что это было не сложно. Спасибо за внимание. С вами был Марк. Записывайтесь на мои курсы. Лейтраут. До свидания.